Когда мы говорим о реально действующих популярных программах инвестиционного гражданства в Европе, давайте сразу назову цифру. Их две, по крайней мере, в настоящий момент – Кипрская и Мальтийская. Черногория и Греция планируют выдавать паспорта за инвестицию, но пока, на начало 2020 года, ни одного паспорта по этим программам не получено. Поэтому в ближайшие 10 минут подробно остановлюсь на том, что работает. Оценим плюсы и минусы мальтийской и кипрской паспортной программ. Возможно, в своей оценке я буду субъективна, но мое отношение базируется на личном опыте, который порою имеет большую ценность, чем сухая статистика и цифры. Итак, Мальты или Кипр? Давайте сравним две программы. Смотрите в ближайшие минуты. Чем отличаются и чем похожи программы гражданства Кипра и Мальты? Какие расходы предстоят при получении инвестиционного гражданства? Можно ли совместить получение паспорта и реальные инвестиции в недвижимость? Начну с кипрской, работающей с 2013 года. Основная цифра, которую, наверное, вы знаете – 2 млн евро. Инвестируя эту сумму при желании большую в новую недвижимость или во вторичку, которая в данный момент не была задействована в программе, вы получаете право претендовать на паспорт. Если речь идет о вторичном жилье, которое ранее уже было задействовано в программе, или о коммерческих объектах, минимальный размер инвестиций вырастает на 500 тыс. Конечно, кроме недвижимости, инвестор может вкладывать средства в акции, в бизнес, но все-таки на практике мы сталкиваемся с покупкой квадратных метров. Это ближе, понятнее и надежнее, что подтверждается официальной статистикой. Более 90% претендентов на кипрский паспорт вкладывается именно в недвижимость. Как я уже сказала, минимальная сумма покупки – 2 млн евро. Можно приобрести как один, так и несколько объектов. Важно, один из них должен стоить не менее полумиллиона евро. Через 5 лет разрешается выйти из инвестиций, то есть продать купленное за исключением одного объекта, который будет служить личной резиденцией. Его стоимость не должна быть ниже 500 тыс. евро. С мая 2019 в программе появился дополнительный взнос – 150 тыс. Он распределяется между двумя государственными фондами и не возвращается. По сути, это пожертвование Кипру на его внутренние нужды. Примечательные, но не слишком суровые дополнения, о которых также важно упомянуть – это наличие шенгенской визы у заявителя и отсутствие ранее отказа в гражданстве со стороны других стран ЕС. Еще раз давайте оценим невозвратные расходы. С мая 2019 года для получения кипрского паспорта необходимо безвозвратно подарить кипрскому государству 150 тыс. и 500 тыс. зафиксировать в виде личной резиденции. Существенные изменения, вступившие в силу в середине мая 2019 года, действительно изменили некоторые важные параметры, но сохранили главное – саму программу. Она есть и она работает. Как получают паспорт на практике? Реальный срок процедуры на сегодняшний день составляет около года. В 2018 году властики проустановили квоту. Ежегодно гражданство могут получить не более 700 заявителей. Но этого бояться нечего. В это число 700 входят только основные заявители, без учета членов их семей. А наряду с главным заявителем на гражданство могут претендовать также жена, дети и родители. Кстати, когда мы говорим о детях, то речь идет не только о несовершеннолетних, но о вполне взрослых, до 28 лет. Главное, они не должны состоять в браке. Таким образом, они являются членами семьи инвестора. Требуется доказать, что взрослая дочь или сын находится на иждивении, а именно является студентами. Для этого достаточно быть зачисленными языковые курсы, получать второе высшее образование или получать дополнительную квалификацию по собственной специальности. И понятно, это образование может получаться не только на Кипре. В первую очередь получают паспорта инвестор и его супруга. Только после получения гражданства с заявителем и при желании мужем или женой можно подавать заявки на детей и родителей. Я не случайно говорю о желании. Встречаются люди, которые по собственным обстоятельствам не хотят сейчас оформлять гражданство. Планирую сделать это позднее. Такой вариант возможен и дополнительных средств тратить не придется. А вот в случае оформления гражданства родителям потребуется инвестировать дополнительно сумму в размере 500 тысяч евро. Считается, что у родителей должна быть их личная резиденция. Здесь есть некоторые нюансы, объяснять которые в коротком сюжете просто невозможно. Поэтому самое время предложить. Если вам интересны детали, пожалуйста, обращайтесь лично за информацией напрямую. Болезненный сейчас вопрос. Насколько требовательны кипрские власти к потенциальным заявителям? СМИ недавно пестрели информацией о том, что, мол, Кипр отбирает паспорта. Остановлюсь на этом. Программа работает с 2013 года. И сомнения вызывают в первую очередь все, кто получал паспорта в начале действия программы. Важно понимать, что речь идет не только о российских инвесторах. Гражданство лишили также китайцев, камбоджийцев, малазийцев. По опыту своей работы знаю, что киприоты никогда не смотрели на выдачу паспортов сквозь пальцы. То есть неверно утверждать, что раньше можно было рассчитывать на получение гражданства с непогашенной судимостью или не предоставить документы о происхождении средств. Да, с 2018 года проверяют более чем тщательно. Однако оценить свои перспективы вполне реально еще до покупки недвижимости. Просто предоставьте квалифицированным консультантам и адвокатам необходимую информацию. Теперь о программе Мальты. Финансовая составляющая здесь предполагает комбинированные инвестиции. Самая основная часть – это 650 тысяч евро. Это невозвратный взнос в государственный фонд. 150 тысяч евро – взнос в ценные бумаги, которые можно продать через 5 лет. Итого 800 тысяч евро. Что же касается недвижимости, то, говоря объективно, мальтийская программа связана с ней не очень сильно. Да, для выполнения условий вы можете приобрести объект на 350 тысяч евро, что по мальтийским меркам не так уж и много, но тут есть альтернатива. Вы можете арендовать недвижимость на сумму от 16 тысяч евро в год на 5 лет. Сумма относительно общих расходов получается небольшой. Таким образом, варианта два – невозвратный взнос в фонд 650 тысяч плюс аренда на 5 лет – это затраты на 80 тысяч. В итоге получается 730 тысяч невозвратных расходов. А еще 150 тысяч расходуются на ценные бумаги, от которых можно избавиться через 5 лет. Второй вариант – это невозвратные деньги в фонд 650 тысяч евро плюс 350 тысяч – недвижимость. И 150 тысяч евро – это ценные бумаги, то есть невозвратные 650 тысяч. От недвижимости и ценных бумаг общей суммой на 500 тысяч евро можно избавиться через 5 лет. Как правило, большинство соискателей на гражданство арендуют недвижимость на 5 лет, расходы на аренду невозвратные – 80 тысяч евро. Важное отличие мальтийской программы от кипрской – купленную в рамках программы недвижимость нельзя использовать для получения дохода, то есть ее нельзя сдавать в аренду. А вот объекты на Кипре – можно. То есть вклад в недвижимость как инвестиция на Кипре имеет определенный смысл. Кипр – это про недвижимость, Мальта – нет. И еще о деньгах. Получение гражданства подразумевает оплату государственных пошлин и адвокатских расходов. Пошлины и гербовые сборы на Кипре составляют 7700 евро на человека. Адвокатские услуги на Кипре составляют от 30 до 100 тысяч евро на семью в зависимости от выбора адвоката или компании. Пошлины и гербовые сборы на Мальте составляют 13 тысяч евро на основного заявителя, 6500 евро на супругу и детей от 18 до 26 лет, а также родителей от 55 и по 4500 на каждого несовершеннолетнего ребенка. Адвокатские услуги на Мальте составляют от 40 до 80 тысяч евро на основного заявителя и от 10 до 30 тысяч на супругу, детей и родителей. То есть в общей сложности от 60 до 150 тысяч евро на семью из двух взрослых и, например, двух детей. По части сопроводительных расходов сравнение выигрывает, безусловно, Кипр. На фоне общей суммы инвестиций, которые в общей сложности отличаются больше, чем вдвое, выигрышная позиция уже у Мальты. Несмотря на это, кипрская программа пользуется значительно большим спросом. За период действия программы мальтийских паспортов выдано почти в два раза меньше, чем кипрских. Почему? Хотя кипрская программа дороже, но большая часть средств заявителю на Кипре все-таки возвращается. А те, что не возвращаются, тратятся на жилье. Например, сумма, которую потратить придется на Мальте, меньше. Но это, по сути, покупка гражданства. Вы дарите государству значительные суммы, доказываете, что хотите с ним связать свою жизнь, а в реальности практически никто этого делать не собирается. Никто, по факту, не собирается переезжать на Мальту. Кроме того, на Мальте достаточно большой процент отказов. Называется цифра до 20%. То есть отказывают фактически каждому пятому. А ведь по новым правилам инвестор, получивший отказ в другой стране, не имеет права участвовать в кипрской программе. Получается, что инвестор даже с целью экономии предпочитает не рисковать и пойти протаренной дорожкой. В двух словах о том, как связано получение гражданства и инвестиции в недвижимость для самих инвесторов. На Мальте никак. Так. Оплатил фонды, арендовал жилье, и большинство заявителей практически не бывает в нем. Объект снимается только потому, что так надо. На Кипре история другая. Конечно, самый простой вариант – это когда тот, кто планирует получение паспорта, так или иначе хочет жить на самом острове. В этом случае приобретают, как правило, один объект. Чаще всего это либо хорошая вилла, либо элитные апартаменты. С высотками, то есть жильем в небоскребах, на мой взгляд, история особая. Цены на них уже достаточно высоки. Целесообразность их покупки и вопрос дальнейшей ликвидности может вызывать некоторые сомнения. В бюджете от 2 миллионов евро обычно покупают виллу моря, либо с красивым видом. Если речь идет о новых домах с приличными участками на первой линии, потратить придется даже больше. Эта сумма уже от 3 миллионов евро. Повторюсь, я говорю о клиентах, которые хотят либо жить, либо бывать на Кипре и интересуются не только паспортом, но и недвижимостью Кипра самой по себе. Вторая категория – это те, кого остров не привлекает, но перед ними стоит цель гражданства ЕС. Или те, кому не нужно роскошные объекты, в этом случае уже приобретается, как правило, не один, а несколько видов недвижимости, один из которых в будущем остается в качестве личной резиденции. Здесь могут быть всевозможные варианты. Несколько апартаментов или вилл на сдачу в одном или нескольких разных комплексах. Может быть инвестиция в строительство на заказ небольшого проекта из вилл или апартаментов. В этом случае покупатель еще и получает выгоду из вложения в строительство, как инвестор. В связи с увеличением сроков возврата инвестиций от 3 до 5 лет в мае 2019, естественно, люди, которые не планируют пользоваться недвижимостью, сами стараются активно сдавать его в аренду. Средние ставки по доходности – 3-4% по долгосрочной аренде и 4-6% по краткосрочной. Но и хлопот с краткосрочной арендой, конечно же, больше. Составляющие инвестиционного портфеля выбирает каждый в соответствии со своими предпочтениями. Озвучу некоторые идеи. Например, существует мнение, что выгодно сдавать студенческие студии в Никосире рядом с университетом. Это выгодно в случае аренды. Но встает вопрос о дальнейшей ликвидности при продаже. Далее существуют районы, которые могут быть непопулярны у иностранцев, но пользуются стабильным спросом на покупку и аренду у самих киприотов. Отталкиваться от видения рынка недвижимости глазами инвестора-россиянина не всегда правильно, поскольку в итоге нужно учитывать спрос не только соотечественников, но и выходцев из стран Евросоюза, которых НОКИ принимала, а также местных покупателей и арендаторов. В любом случае, еще на этапе переговоров о будущей покупке до выбора конкретного объекта недвижимости, рекомендую вам оценить свои возможности в качестве соискателя на гражданство. Об этом и о вариантах вложений я, безусловно, готова рассказать в индивидуальном порядке. В заключении несколько слов об альтернативных программах. Черногория планирует выдавать паспорта, но страна не находится ни в Шенгене, ни в Евросоюзе. Объем инвестиций от 300 до 550 тысяч евро. Инвестиции комбинированные, взнос фонд и покупка недвижимости. Правительство страны находится в процессе утверждения объектов, по которым можно получать гражданство. Первый проект уже утвержден, еще 11 находятся в стадии утверждения. Греция планирует ввести паспортную программу в 2020 году. В общем и целом, греческая программа, то, что пока сейчас планируется, должна очень сильно напоминать кипрский вариант. Но программа еще не запущена. Уважаемые зрители, я буду рада ответить на ваши вопросы, дать необходимые консультации по программам гражданства. А в следующий раз мы поговорим о совершенно других вещах, об образовании детей в странах Европы. До новой встречи! Смотрите в следующей серии. В каких странах проще всего получить школьное образование? Сколько стоит обучение в разных странах? Где за границей можно реально учить ребенка на русском языке? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Кулакова